2 августа день рождения отметил один из старейших населенных пунктов Орехово-Зуевского района, первое упоминание о котором датировано аж 1585 годом. Сегодня именно здесь выращивают самое большое количество картофеля в районе. И все это в селе Ильинский погост. Батуты, сладкая вата и выступления юных артистов. Так начиналось празднование дня рождения села Ильинский погост. В этом году ему исполнилось 432 года. Село в первую очередь живет своим народом, своим жителем, который продолжает традиции своих поколений, своих отцов, матерей, дедов, прадедов, трудится. В основном трудится на своей земле. В Ильинском погосте находится одно из самых крупных предприятий района по выращиванию картофеля. Ежегодно аграрии собирают примерно по 20 тонн с гектара земли. Также именно здесь выращивают овес, который поставляется в лучшие конюшни Подмосковья и ряд кормовых культур для скота. Село Ильинский погост славится своей самобытностью, поэтому жителям есть чем гордиться. Отдельное поздравление ветеранам, всем пенсионерам, которые поднимали это село, которые прославляли его. Также всем, кто сейчас работает. И с нафетой палочкой я верю, что примут молодые поколения жителей и будут также его прославлять. И, конечно же, сегодня у нас задача всей нашей России, задача сегодня губернатора вернуть ту былую мощь, которая была ранее в России, возродить те сельскохозяйственные традиции, которые тоже были. И сейчас, естественно, этому уделяется очень большое внимание. Жители Ильинского поселения в этот день отметили сразу две даты – день рождения села и престольный православный праздник святого пророка Ильи. Поздравить именинников приехали глава Орехово-Зуевского района, а также депутаты Государственной и областной дум. И мне очень хочется от души поздравить всех с таким замечательным днем, с праздником. И в этот святой праздник пожелать всем крепкого здоровья, счастья, благополучия, чтобы село и дальше у нас развивалось. Сельские поселения укреплялись и финансово, и численностью населения. А самое главное, чтобы рождалось побольше детей. Строились школы, детские сады. Улучшалось качество медицинского обслуживания на селе. Ну и мы верим, что те законы, которые мы приняли, чтобы земли сельскохозяйственные все использовались. Праздничный концерт по случаю дня рождения села был подготовлен работниками Ильинского дома культуры и продолжался до самого вечера. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова